Есть Роскомнадзора. Эхо Москвы. Радио для тех, кому за шесть. Вы старше шести лет и вы слушаете Эхо Москвы. Радио Кировград. 16+. Особое мнение на 101FM. В Кирове начало второго в эфире программы Особое мнение. Яна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю здравствуйте гостю нашей студии. Сегодня это Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа». Азиз Алиевич, добрый день. Да, здравствуйте. Всех поздравляю с началом осени. Как-то неожиданно она так раз и резко. А как вы хотели? У нас все неожиданно. Это какая-то интрига. Ну, конечно. Это какая-то интрига. Погода портится неожиданно, налоги новые, так сказать, внедряются неожиданно, силовики на обыск приходят неожиданно, дела заводятся и непонятно будет или нет результат тоже неожиданно. Судьи принимают решения неожиданно. У нас много что неожиданно. Судьи, мне кажется, в нашей действительности во многом принимают как раз ожидаемые решения, те самые, которые были бы нежелательны, но про которые говорят, что других-то решений и не будет. Ну да, с какой стороны как бы посмотреть? То есть, конечно, если смотреть с точки зрения справедливости, часто бывают неожиданные решения. Мы сейчас о каких-то конкретных решениях говорим или в целом и в общем? Нет, пока в общем. Пока в общем. Но вы же видите, как бы все принимаем решения, в том числе по политическим вопросам, по протестным вопросам. Мы помним все с вами решения по поводу Парка Победы, когда судом была подтверждена законность сделки по Парку Победы. А сейчас следствие работает уже который месяц. Ну вот такие вот юридические... Опровергая решение суда. Да, интересно, что будет ли, если вдруг, значит, в конечном итоге будет признано, что схема была преступная по передаче Парка Победы, будет ли, понесет ли наказание судья, который принимал решение по поводу законности сделки по Парку Победы? Так разве бывает? Мне кажется, нет. Ну, значит, предсказуемых, справедливых решений и дальше в стране не будет. Хорошо, к теме Парка Победы чуть более подробно мы попозже обратимся. Я бы хотела все-таки начать нашу программу с недавнего интервью губернатора, большого интервью губернатора в этой студии в пятницу. Очередного интервью губернатора. Потому что человек, да, еще не упадает всей полнотой власти. Типа я управляю как губернатор, но я не управляю. Поэтому вот пока управляю не как губернатор, ответственности на мне нет. Поэтому отчитываться не о чем, как бы, да? Поэтому два года. Поэтому два года. Ну, вот смотрите, одна из самых ожидаемых, один из самых ожидаемых вопросов, собственно говоря, которые задавали Васильеву, и одна из тем, достаточно громких тем последних недель, это тема транспортной реформы и такого кардинального изменения маршрутной сети, которую Васильев своим волевым решением остановил. Ну, приподанное это было, понятно, не так резко и не так строго. То есть показали нам всем видеозапись встречи Игоря Васильева с главой администрации. Было достаточно для главы администрации. Да, да. Ильи Шульгиным и... Ну, это круто. Губернатор бровью так повел слегка. Он сказал, это исключительно мое мнение. Бровью повел так слегка. Исключительно своей бровью повел, не нашей бровью, как бы, да? Не бровью избирателей. И глава администрации сразу это поведение, так сказать... Считал. Считал и принял правильное решение. И что в этом такого? Принял правильное решение, вы считаете? А с какой стороны мы смотрим? Нет, хорошо, давайте так. Я конкретизирую вопрос. Правильное для горожан решение или правильное для себя решение принял Илья Шульги? А я не знаю. Видимо, только Курбатов знаком, как бы, с информацией. Анатолий Курбатов. Да. Красивый Киров. Да, да, да. И член рабочей группы по транспорту. Дай бог ему здоровья и силы, так сказать. А вы анализировали, Ази Савельевич? Да, подтверждает. Вот те предлагаемые изменения, которые были озвучены, с введением некой сети подвозящих маршрутов, с введением пересадочных узлов, с введением пересадки бесплатной. И, собственно, вот те цели, которые разработчики перед собой ставили, то есть как-то привести в порядок работу общественного транспорта, да, через неудобства, да, возможные, к которым пришлось бы привыкать. Ну, какие там неудобства, видите, в рамках той информации, которую мы имеем, Курбатов, наверное, прав. Но не прав в том, что он сгущает, как бы, там, краски, а в том, что, наверное, было бы более эффективным. Но это ведь теоретически было бы более эффективным. Система всегда, она состоит из элементов взаимосвязанных. И когда, наверное, Анатолий говорит о том, что было бы лучше, да, ну, я буду говорить, было бы лучше, он сказал, что будет хуже, если мы не сделаем. Да, ну, значит, я, так сказать, трактую дальше, что если сделаем, то было бы, если сделали бы, то было бы лучше. Так вот, система состоит из взаимосвязанных элементов, и, соответственно, если мы один маршрут человека, по факту, делим на формально две части. Или три. Или три части, то гарантии того, что все три части отработают на 100% нет. То есть мы с вами, это, наверное, вы тоже неоднократно, там, в Европах бывали, там, и других таких странах, где для удобства пассажиров созданы такие структуры, ну, транспортные развязки, там, и так далее. И вот я, например, когда езжу, то я вижу, например, я уже еду в трамвае, там, и я могу ехать в автобусе, и у меня уже в таблице видно, что через две минуты у меня соединение со следующим дальше. — Этапом маршрута вашего? — Этапом через две минуты. И самое главное, что там получается очень интересно, что если, не дай бог, на 30 секунд тот автобусный или троллейбус, или трамвай, на котором я еду, запоздает, то тот, на который я должен сесть, ждет меня эти 30 секунд. Вы понимаете, да? — А если не ждет? Но он же не может ждать всех, он же не знает, что вы уже подъезжаете. — Он знает, что мой троллейбус, который соединяется с ним, и меня должен забрать, запаздывает на 30 секунд. И ему идет автоматически через компьютер приказ подождать 30 секунд, потому что я должен успеть, потому что я-то рассчитываю свою поездку. То есть когда ты разделил на три части мою, значит, поездку, то ты обязан обеспечить мне гарантированно, чтобы я проехал, как будто у меня и не было разделений на три части. — И не было остановки, и не приходилось ждать? — Совершенно верно. Я тогда приеду туда, куда хочу, в нужное время, без опозданий, без того, чтобы замерзнуть на улице, и так далее, и так далее. — Слушайте, ну таких-то чудес разработчики, естественно, не обещали. — Нет, не обещали. — Не обещали. — Ну тогда молодец губернатор, что сказал, что... — Говорили о том, что пересадка будет, и говорили о том, что интервалы движения транспорта сократятся, но никто не говорил, что ты выйдешь на остановки и тут же сядешь на следующий автобус. — Я вам просто говорю об элементах системы. И поэтому, наверное, когда Анатолий говорит, что было бы лучше, наверное, он имеет в виду идеальную картинку. — Ну, может ли Анатолий гарантировать, что это идеальная картинка или близкая к идеальной картинке? — Ну, Анатолий и не должен гарантировать. Анатолий все-таки человек, который на общественных началах в эту историю вписался. — Окей, тогда Анатолий всегда должен говорить. Теоретически, по моим расчетам. Теоретически, по моим расчетам. — Это должно работать так. — Было бы лучше. — Понятно. — А говорить практически, что, значит, вот мы там, ну, может быть, мы где-то, мы уже давно где-то что-то по всяким другим сферам там тонем. Ну и что? — Хорошо. — Ну и тут утонем. Ничего, так сказать, переживем. Люди ведь, ну как, все продолжают верить в президента? — Ну вот смотрите, Васильев у нас в пятницу сказал следующее. Он сказал, что какая-то часть работы, которая должна была быть сделана в сфере изменения вот этой маршрутной сети или там переформатирования ее, сделана не была. — Да. И в большей степени, как я понимаю, речь шла именно о том, что не была сделана работа, учитывающая мнение граждан. То есть провалилась, ну, в некотором смысле, если можно так сказать, информационная работа. Вот. — Вот. Но при этом транспортная схема будет меняться, она должна стать комфортнее и удобнее для граждан, не должна создавать им неудобств, говорит Васильев. Вот. Ее нужно вводить, но после обновления автопарка и проработки сообщения с новыми микрорайонами. Никакие конкретные сроки не называются, Айзис Олегович. — Ну, подождите, а против чего вы возражаете это из того, что сказал наш губернатор? — Я не возражаю ни против чего. Я опасаюсь того, что эта история может затянуться на неопределенное время и, в конце концов, просто не случится. — Ну, а что вы услышали-то нового в том, что сказал Васильев? Он уже три года работает в таком режиме, когда нет ни сроков, ни ответственных за исполнение тех или иных проектов. — Ну, тут есть ответственные. Тут вот был ответственный по маршрутной сети, в том числе, да, Сергей Леонидов, который ушел. — Для того, чтобы был ответственный, нужно четко знать. Для того, чтобы он не ответственный был, он просто был должностный. — Один из исполнителей, да. — Один из исполнителей. — И, видимо, что-то сделал, и сам понял, что-то сделал не так, что ему надо уходить. Ну, молодец, вовремя уходит, значит, скорее всего, к нему силовики неожиданно не придут. Вот, видите. Но мы же видим, что вся команда Васильева работает таким образом, когда, значит, по каким-то вопросам, которые нужно решать, нету конкретных ответственных за исполнение, кроме того, кто курирует это направление. А слово «курировать» — это что? — Опекать. — Вот, ну, я опекаю, опекаю, но не печется, как бы, что-то у меня. И нету конкретных сроков, чтобы потом... Вот наступил срок, и мы не знаем, что это в конечном итоге должно, во что это вылиться должно, к какому сроку, за какие деньги. Понимаете, любой проект, он всегда должен, он всегда должен вот эти параметры учитывать. Если нету этих параметров, то это не проект, то это идея. Но ведь против той идеи, которую высказал Игорь Владимирович, она же красивая, вы же не возражаете? — Против той идеи, что надо учитывать мнение горожан. — Конечно. — Да, разумеется, мнение горожан надо учитывать. — Ну, вот Игорь Владимирович умеет правильные слова говорить. — А вот мы сейчас подумаем, почему он так своевременно эти правильные слова сказал. Азиз Агаев в нашей студии, буквально полминуты, и мы вернемся. Продолжаем с Азизом Агаевым подводить итоги и прошлой недели, говорить о событиях нынешней. Остановились на транспортной реформе, в частности, на приостановке изменений, таких кардинальных изменений в маршрутной сети, которая была сделана с подачей, я бы так сказала, губернатора. — Не кардинальных изменений, просто изменений. — Кардинальных изменений, хорошо, с подачей губернатора Кировской области Игоря Васильева. Собственно, вот эта вот история, которая была озвучена губернатором, да, надо учитывать мнение горожан. Вроде как пока все не совсем проработано, говорим сразу по-русски сыро, поэтому давайте, пожалуйста, идите и думайте дальше. — Тоже, кстати, правильно. Зачем сырую идею не даем? Ну, тоже, видишь. — Согласна. — Аня, правильные слова говорить, Игорь Владимирович. — Слушайте, ну вот мы не очень привыкли, на самом деле, к таким вещам, да, все еще, когда к мнению горожан прислушиваются. Вот в этой ситуации прислушались к мнению горожан, да, и упредили таким образом, возможно, большее недовольство, чем то, что было в социальных сетях. Почему? Эта история как-то связана с протестами, с митингами там, да, с московскими. То есть есть какая-то установка из центра в регионы, условно говоря, да, там, не будируйте, пожалуйста, эти темы, которые могут вызвать народные недовольства. — Может быть, есть... — Или нет. — Может быть, есть, а потом, почему вы считаете, что сам Игорь Владимирович настолько недалек, что не понимает, что, как бы... Он тоже, я думаю, что достаточно умен и, как бы, такой человек-то уже видавший виды, поэтому он посмотрел на все это, думает, ну, смотрите, у нас ведь тоже активизируется, так сказать, народ потихонечку. И наши 37 спартанцев, или сколько там, 33, так сказать, спартанцы, и многие другие, и, смотрите, люди начинают и научаются защищать свои права. И если эти права и дальше будут не соблюдаться, да, хотя у нас под любым предлогом эти права, так или иначе, особенно под предлогом защиты, там, обеспечения безопасности нарушаются, да. Мы с вами помним, как один мудрец, да, сказал, что народ, который ради своей безопасности отдает свою свободу, не достоин ни свободы, ни безопасности по факту. Ведь мы это и получаем в жизни, если ты отдаешь свои свободы ради своей безопасности, то тебя все равно бьют, сажают, в нужное время куда-нибудь посылают, и так далее, и так далее. У кого-то бизнес отбирают. У кого-то бизнес отбирают, да. На самом деле в жизни это все притворяется. И почему вы думаете, что вот прямо из Москвы приказали? Нет, я думаю, что Игорь Владимирович достаточно умен для того, чтобы понять какие-то системные взаимосвязи. Я на самом деле не вижу ничего плохого в том, что люди бы вышли и пошумели. Ну, это вы не видите. А вот некие депутаты ЗАГСобрания вообще хотят удалить на 150 метров от здания. Я уже забыл имя этого человека, как его, так сказать, ну, хорошо. Это вы так думаете, что пусть народ пошумит. А кому-то мешает. Вопрос не в том, что народ пошумит. Ведь, посмотрите, опасно, когда народ пошумит, если этот народ реально решает, кто будет управлять, например, областью. Ведь этот народ не решает, кто будет управлять областью. Как это не решает? Не решает, решает президент. Решает президент. Понимаете? Не этот народ, не Кировская область, а президент. Поэтому народ обращается по всяким бытовым вопросам непосредственно к президенту. А если бы народ решал, то раз в год не только губернатор бы отчитывался, и это нельзя назвать отчетом по большому счету, а отчитывались бы и депутаты Государственной Думы, и дрожали бы депутаты Заксобрания, что вот сейчас с них спросят, что они там напринимали. И депутаты Городской Думы, понимаете? И Шульгин бы, так сказать, не после поведения бровью губернатором остановил бы транспортную реформу, скажем так, громко, так сказать. Ну, в кавычках. А, наверное, много бы изменил, то есть не стал бы на рекультивацию Костина выделять 55 миллионов, сначала бы собрал бы мнение экспертов, опубликовал бы их публично и сказал бы, люди, я вот 55 миллионов, как вы считаете, какие эксперты там другие бы сказали, что нет, не 55, хотя бы дискуссия между экспертами была. А сразу отдавать 55 миллионов, когда, например, наши местные эксперты говорят, что достаточно будет там один, по-моему, максимум сказал там 18 миллионов, достаточно там один 15, другой 12 там, да. А вот каким-то подрядчикам, значит, татарским или казанским там готовы выделить 55 миллионов там условно. Но зато он не может сделать все хорошо. Ну, я ведь не возражаю против того, чтобы сделали хорошо. Надо контролировать? Нет. Я хочу, чтобы процесс контроля, ведь смотрите, почему у японцев машины лучше, чем у немцев даже? Я уж не говорю про наши как бы лады, а у немцев. Почему? Потому что у них контроль начинается вообще с самого начала, с процесса проектирования. То есть все технические противоречия, которые так или иначе возникают, они решают на стадии проектирования. То есть еще не разработки даже? Еще даже не разработки, а проектирования, понимаете? Так вот, для того, чтобы у нас с вами во время вождения не было проблем, то есть во время переработки, значит, рекультива этих земель, все вопросы нужно решить еще на стадии идеи проектирования. А дальше у тебя возникает вопрос, ты ходишь и говоришь, я не буду оправдываться или буду оправдываться, да кто вы такие? Хотя Шургин тоже может сказать, да кто вы такие? Не вы меня тут ставили вообще-то. Вам сказали, вы пришли и проголосовали. Вот там есть комиссия, которая там половина состоит из представителей областной там власти и половина, значит, из депутатов городской области, в основном из единороссов, которые тоже будут делать то, что им сказали. Вот, собственно, поэтому, а если бы он перед нами бы отчитывался, например, мы бы решали, так сказать, или та же Ковалева, например, да, то другое дело. Поэтому попадают на такие должности люди, как Ковалева и Шургин, которые никогда не имели опыт управления крупными социально-экономическими системами. Ну, Елена-то Васильевна финансами занималась долгое время. Правильно, правильно. Вы много знаете предприятий, где главный бухгалтер стал руководителем и при этом успешно повел предприятие вперед. Это разный склад ума и разный подход к делу должен быть? Абсолютно. Абсолютно разный склад ума, разные навыки и умения. И это видно по деятельности Елены Васильевны. Я ее всегда уважал, как, вы знаете, что я ее изыщал, как в свое время, как одного из лучших специалистов по бюджетной системе. Но она никакой специалист по управлению социально-экономическим системой в виде города, области и так далее. Илью Шульгина вы тоже оцениваете. Абсолютно. У того тоже вообще никакого опыта. И поэтому масса такого рода ошибок, можно сказать. А некоторые говорят, что преднамеренная деятельность. Черт его знает. Ну, хорошо. Вернемся к Игорю Васильеву. Да. Который тоже никогда не управлял. Это все, кстати, все, о чем я говорю, это Игорь Васильев. До приезда в Кировскую область не управлял большим регионом. Два года работал. Ну, вот еще, если обратиться к интервью его, которое было у нас здесь в студии, что из важных итогов он озвучивал? Ну, во-первых, по его мнению, что хорошо, выросло количество иногородних, которые едут к нам лечиться, получать медицинские услуги. По медицинскому туризму, да. Соответственно, наши учреждения здравоохранения получили возможность дополнительно зарабатывать. Ну, тут людям просто надо пояснить, что эти люди из других городов, пациенты, они едут со своими полисами ОМС. И та услуга, которая положена им в рамках ОМС, фонд обязательного медицинского страхования, перечисляет их не в больницы их регионов, а в больницы наших регионов, где они, соответственно, свою медицинскую услугу получают. Строятся школы, строятся детские садики. Тут, ну, не сказать, что нет такого. Действительно есть и действительно построены, и пришли федеральные деньги. Достаточно массированная была история со строительством. Мы в Кирове и в районах области, да. Ну, через день образования сдали путепровод, Айзис Алиевич. Сдали, наконец-то. Вы уже съездили? Посмотрели? Ну, я не проезжал, мне как бы туда не надо. Понятно. А на экскурсию? Ну, я так через улицу Попова так посмотрел. Ну, может быть, съезжу, если было бы как бы... То есть плюсы есть? Ну, на открытие пригласили Шаклеина? Путепровода? Конечно. Шаклеина? Да. А это еще при Николая Ивановича начиналась история? А вы как думаете? Ох, я... Меня могли бы тоже пригласить, потому что я был первым, кто подписал обращение общественной организации предпринимателей, еще на имя, по-моему, Набиулиной, по поводу строительства этого путепровода. То есть это было тогда, когда еще только закладывали чистые пруды? Это начиналось тогда. Это не заслуга Игоря Владимировича, понимаешь? Это заслуга... Я потому что помню, что очень широко это все освещалось при Никите Юрьевиче, тогда эту тему подняли. Значит, надо было Никиту Юрьевича пригласить на один день из колонии, привезти, как бы отпустить. Я не думаю, что он бы убежал куда-нибудь, и вот, чтобы он поучаствовал в открытии. Я не уверена, что он захотел бы, конечно, ехать, но ладно. Ну, я думаю, что захотел бы. Думаю, что он... В этом случае он достаточно легкий на подъем человек. То есть он, скорее всего, бы приехал, помахал бы ручкой и поулыбался бы. Это была бы интересная история такая. Ну, вот видишь, вот видишь, видишь. Кировская область с позитивной стороны прозвучала в федеральных новостях. Да, потому что все, что делает вот сегодня... Я же не говорю... Смотри, я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не говорю, что все, что делает Васильев... Это плохо. Это плохо. Вот я акцентирую на точках, которые, с моей точки зрения, делаются неправильно. Вот. Но это не означает, что вообще в их деятельности команды вообще нет ничего, так сказать, хорошего. Это неправда. На самом деле нету черного или белого. Да, мы все знаем, что жизнь, она... Цветная. Разные оттенки. Да, да, да. Полосатые. Да, да, да. Разные оценки серого. Значит, поэтому с этой точки зрения... Вот смотри, открывать должны были Шаклеин, Никита Белых и Васильев. Шаклеин, который положил основу этого путепровода, Никита, который сделал много для того, чтобы продвинулся этот путепровод, Васильев, который завершил. И довел дело до конца. Наверное, значит, будут проекты, которые тоже уйдет, Васильев придет другой человек, будут Васильевы, которые начаты, значит, там, при Васильеве, там, на заклад каких-нибудь, там, школ, условно говоря. И придет следующий, и так далее. И в этот момент я тоже считаю, что надо будет Васильева позвать, как, значит, человека, который... Зачинщика. Зачинщика. Себе получает в багаж тот, кто приходит следующий, и ему решать эти вопросы. Поэтому, когда ты говоришь о медицинском туризме, там, и, значит, по путепроводу все понятно. Построили, хорошо, людям удобно, хорошо. Ну, возникли целый ряд других проблем, связанных с движением, которые уже возникли. Их можно глазами видеть, когда ты на улице еще раз застреваешь. А есть такое? Да я там была только в выходные. То есть, затор все-таки есть. Есть, есть. То есть, есть масса других проблем. Ну, значит, наверное, они тоже будут решены так или иначе. Медицинский туризм. Здорово. Но я хотел бы посмотреть, как Кировская область, как, в каком месте, ну, пока вот, не изучал вопрос, находится, значит, по количеству денег, которые мы из других регионов получаем. Я хотел бы посмотреть на это. Не просто на слова чьи-то, а на статистику. Посмотреть, сколько мы получаем денег, сколько другие области от нас получают денег. То есть, в сравнении сопоставить это все. Там, что вот, приезжают из-за границы. Да, это не означает, что у нас нет плохих, нет хороших специалистов. Ну, давай на этой оптимистической ноте уйдем в рекламу. Уйдем на рекламу полторы минуты, и мы вернемся. Особое мнение на 101FM. Азиз Агаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Киров Бизнес Информ». И мы продолжаем, мы продолжаем про Киров говорить. И так есть у нас. И про медицинский туризм. Есть у нас хорошие доктора. Да, имена мы их, как бы, знаем. Некоторые, как бы, врачи от Бога. Но в то же время, вот на своем собственном опыте. Врач мне, там, порекомендовал, там, срочную, там, операцию. Значит, изучив, слава Богу, у меня такая есть возможность. И хотел бы, чтобы у многих была такая возможность. Изучив, значит, анализы, два других всемирно известных доктора, мне сказали, что оперативного вмешательства в данном случае не требуется. А так, доктор, который хороший, один из лучших докторов, я его тоже уважаю, так сказать, он сказал, что мне надо ложиться на операционный стол. Значит, другой случай, когда просто человек наш, значит, Кировский попадает, так сказать, в больницу, ему не делают операцию уже десятый день, потому что он, значит, хотя у него ведь кости срастаются, так сказать, уже. Он попал в аварию в другой области и приехал в родную, не как медицинский турист, а как нормальный кировский человек для того, чтобы... И вот пока ему, значит, тянут и не делают операцию. А мы же прекрасно понимаем, что если у человека сломанные заживают, значит, для того, чтобы сделать ему операцию, ему сначала ломают, потом снова как бы сращивают. А не делают-то почему? Не делают-то почему? Времени нет на него, что ли? Ну, видимо, на медицинских туристов время есть, а на своих нет. То есть я это к тому, что... Ну, и ряд других есть вопросов, масса других вопросов. Например, у нас, значит, как сами доктора говорят, и мы видим, что, например, правильно читает, значит, МРТ-анализ, правильно умеют читать всего два доктора. Ну, не то, что правильно, а правильно интерпретировать, и даже не столько правильно, сколько полностью, как это сказать, до деталей как бы, да? Всего два доктора, на весь Киров. Но это ненормальная ситуация, конечно. Я знаю ситуацию, когда доктор интерпретировал, значит, как тоже оперативное вмешательство, но указал на то, что удалять надо вообще не тот орган. И представляете, вот операция бы началась, удалили бы там человеку не тот орган. А человек, уехав и получив там соответствующие консультации, как бы, и правильно интерпретированные, так сказать, анализы, реально получил, оставил свое здоровье при себе. То есть, есть масса вопросов, связанных с здравоохранением. То есть, это не означает, что мы не движемся вперед там, или, ну, как бы, как это сказать, в правильном направлении. Но мы движемся с недостаточной скоростью. Надо ускоривать. Надо не просто ускорять, надо думать качественным ускорением, то есть, чтобы квалификация была выше, чтобы люди умели работать на современном оборудовании там. Ну, и масса-масса-масса других вопросов. Поэтому, еще раз говорю, то есть, как есть положительные, так и отрицательные моменты, но мы пока не являемся, на самом деле, меккой медициной. И образцово-показательным регионом в этом смысле. Азис Агаев, в нашей студии у нас еще несколько тем. Азис Альич, видели ли вы недавнее интервью источнику новостей, порталу «Первый источник» звездного адвоката Сергея Жорина, как его окрестили, который сейчас, как я понимаю, как раз сейчас раздумывает, не вписаться ли в дело Парка Победы на стороне обвиняемого Далянида Ефаркина. Что думаете? Ну, смотрите, человека, ведь, ну, пришел звездный-звездный, не звездный адвокат. Попросили хорошие люди, он сказал. Попросили хорошие люди, да, Ефаркина много знакомых, как бы, было и в Москве, и не в Москве, достаточно авторитетных знакомых. Ну, такой человек, как бы, известный достаточно. И, скорее всего, в его делах есть еще масса других заинтересованных людей, вдруг, кто его знает, что-нибудь может появиться. Но дело не в этом. Дело в том, что, как мы с тобой начали с того, что судом была признана эта сделка незаконной. Значит, с моей точки зрения, в данном случае, при исследовании этого вопроса, суд подошел сугубо с точки зрения формальной логики. То есть, взяли документы, посмотрели, все чисто. Да, при этом проигнорировав полностью, там, то есть, не применив вообще дилектическую логику. То есть, когда мы явно видим, что интересам города был нанесен ущерб, явно, да, то есть, это надо было решать сначала на той стадии. Ваше мнение, как юрист Азиас Алиевич, вот это дело, оно будет иметь какой-то явный, весомый результат? Ну, то есть, хорошо, давайте вот мы в сторону сейчас Леонида Ефаркина отставим, которого в процессе уже в качестве обвиняемого мы видим. Все говорят о том, что все свидетели, которые приходили, в том числе там со стороны... Что организатором этого дела является Быков. Да, организатором был Владимир Быков, да. Но Владимир Быков, тем не менее, вполне себе, хорошо себя чувствует на своем нынешнем посту, да, спикера законодательного собрания. Мы его видим на публичных мероприятиях, мы его видим на публичных мероприятиях, в том числе с высшими, там, должностными лицами, с высшими чиновниками Германии. Да, рядом с губернатором. По моим ощущениям, в ситуациях, когда человек действительно имеет шансы быть привлеченным, там, к суду и обвиненным следователями, обычно как-то очень быстро все от него так вот изолируются, да, и стараются вместе с ним не появляться. Вот эта история, что они все вместе всегда там, да, на каких-то... Ну, не всегда. Не всегда, но имеется в виду, да, на каких-то публичных мероприятиях. На праздный флага. Присутствует эта история. Это показательно в этом деле или нет? Нет. Думаю, что нет. Думаю, что еще до конца... То есть человек... Здесь все по закону. Человек пока не обвинен. Вот здесь не то, что по закону, здесь формально по закону. То есть, если не формально к этому, потому что у меня с одним из моих друзей, реально как бы давнишних друзей, человек с высоким статусом, он мне сказал, ну, ведь формально он ничего не делал. Это правда. Но ведь формально он ничего не делал. Подождите, это наш представитель был, депутат городской думы, потом председатель городской думы. Пусть он формально ничего не делал, но мы-то все прекрасно знали, что назначение главы администрации полностью от него зависело, потому что он руководил фракцией «Единая Россия», потому что он был в группе людей, которые управляли этой депутатской шайкой, извиняюсь, депутатской, я прошу прощения, группой депутатов. И они вот принимали те решения, которые в данном случае заинтересованной группе нужно было. Правильно? Правильно. И дальше в этой ситуации, когда именно так обстоит дело, в том числе и причем даже до начальников управления администрации города Кирова принималось именно таким образом решение. И в этой ситуации говорит, что вот формально, давайте установим обстоятельства, вот тут нельзя подходить формально. То есть тут, а у нас нет рычагов. То есть мы бы хотели сделать так, чтобы он ушел в отставку, да? Мы готовы собрать там петицию даже, ну хорошо, мы соберем там сколько угодно подписей. И депутаты оппозиционных фракций даже грозятся декатировать работу. Да, и что дальше? То есть у нас должно быть у избирателей право собрать, например, там 10 тысяч подписей и поставить вопрос на официальное голосование. Не в ЗАГС собрании, а в городе или в области уйдет в отставку этот человек или не уйдет. А нету такого закона. Мы не можем призвать к ответу человека, пусть даже формально, вроде как типа не нарушивший никакой закон, но моральные-то принципы. Вот если эти люди все так говорят, и такие свидетельские показания есть, и на основе этих свидетельских показаний сегодня будут судить Ефаркина, значит, они достоверны. А если они недостоверны, значит, Ефаркина надо отпускать. Ну подождите, а там ведь может быть еще такая интересная история. Ну то есть человек выгоды своей явно, видимо, не получил, но попросил за хорошего знакомого, который пообещал... Подождите, человек, который обязан... Это не проходит. Не проходит. Человек, который обязан в данном случае действовать в интересах города и поклялся, возьмите, откройте его клятву, так сказать, когда он вступал в должность. И здесь поступает не в своих личных корыстных интересах, а в личных корыстных интересах там другого человека, точно должен уйти в отставку? Точно. Должен, но уйдет? Кто? Владимир Васильевич. Ну в данном случае, похоже, что он не уходит, значит, ему его честь как бы позволяет оставаться. Я бы считал, что для любого другого российского гражданина, вот, наверное, бы честь не позволила бы оставаться на этой должности. А что будет, покажет суд, я так понимаю. А что будет, покажет суд, ну... В какой-то неопределенной перспективе пока. Божий суд. А вот так? Да, он гораздо строже и справедливее, чем вот этот вот людской. У нас остается три минуты, три минуты, даже две с половиной до конца эфира. И мы, Азия Салевич, с вами должны анонсировать очень важную тему, которая будет у нас не в эту среду, а в следующую. 25 сентября мы планируем сделать разворот на бизнес, а говорить мы будем о налоговой нагрузке на предпринимателей и, в частности, о возможности повышения налога на офисные и торговые помещения, на коммерческую недвижимость. Это история, которую депутаты законодательного собрания, если мне память не изменяет, обращаются на протяжении последних нескольких лет. Каждый раз, значит, домокловым мечом это все висит над предпринимателями. И я так понимаю, что в эту осеннюю сессию есть реальное опасение, что проведено будет повышение станды. Это будет реальность, потому что пока вот этот состав законодательного собрания, вот так избранный состав законодательного собрания существует, любые антипредпринимательские, антинародные законы области будут проходить. Ну, то есть это точно уже, что в эту осеннюю сессию они будут рассматриваться? Они должны с 2020 года ввести этот налог. А у нас какой год сейчас? 19-й. А тем более, в соответствии с налоговым кодексом, они должны еще и за месяц принять этот, до начала следующего года. Давайте мы вот очень коротко, прямо за минутку расскажем примерно, да, о чем идет речь. То есть речь идет о том, что... Речь идет о том, что торговые офисные помещения, в которых предприниматели осуществляют свою деятельность, независимо от количества метров, 10 метров у тебя или 1000 метров, все будут, значит, обложены дополнительным налогом в повышенном размере, значит, при этом он, этот налог, повышается сразу по нескольким параметрам. Первое, он повышается, потому что государство решило правильно оценить ваше имущество, и теперь его будет оценивать по кадастровой стоимости, а кадастровая стоимость будет... Ее уже посчитали. Ее уже посчитали, заходите, там есть ссылки у вас, по-моему, и в бизнес-новостях на сайте, и определяете там, какая кадастровая стоимость, то есть и считайте, значит, сколько вы дополнительно заплатите. А второе? Я знаю предпринимателя, который, как бы, уже посчитал, ему это будет обходиться по его помещениям, это не самый маленький предприниматель, но и не самый, как бы, большой. Ему по его помещениям, которые там по 100-200 метров, это обойдется дополнительно в 900 тысяч, значит, рублей в год. Второе, будет увеличена, значит, ставка. Второе, непосредственно, тоже понятно, так сказать, и третье, значит, будет увеличена налоговая база, то есть количество предпринимателей, если сегодня от 1000 метров и больше, ну, скажем, как мы говорим, олигархи местные платят эти налоги, то теперь будут платить каждый предприниматель, в том числе и тот, который, значит, на себе на последние деньги или под ипотеку купил там помещение, чтобы так или иначе свою семью содержать. Вот о том, чем это все будет нам грозить, мы будем говорить в следующую среду, 25-го числа, Азиз Агаев будет одним из гостей, я сразу же скажу, что это важно не только среду, 25-го сентября, после 11, с 11 до 13 часов. Благодарю Азизу Агаеву за его особое мнение, нам надо завершаться, не успели очень много. Спасибо, всем до свидания, хорошего дня, недели, месяца, года, господи, дай бог. Особое мнение на 101FM